Здравствуйте! Как только X-Duo Link 2 появился у нас в магазине, я особо не обращал на него внимания, потому что он был неинтересен. Откровенно говоря, на то время были Meizu Hi-Fi DAC, Meizu Hi-Fi DAC Pro, а также iBus DC-01, DC-02, которые были компактными, очень сильно отличались по своей подаче и, соответственно, перекрывали основное количество каких-то потребностей. В то время как Link 2 намного больше, дороже, соответственно, мощность у него выше и это вроде как не очень хорошо, потому что разряжает батарейку вашего смартфона быстрее и вот как-то вот не сложилось. Но сейчас, когда Meizu Hi-Fi DAC Pro и обычная версия сняты с производства, когда есть DC-03, который звучит действительно хорошо до прошивки, а после перепрошивки с ним случается непонятно что, уже интерес к данному ЦАП-усилителю намного выше. Тем более, что я перешел, как-то так получилось, с Android смартфона в iPhone и как раз-таки Link 2 позволяет с ним работать сразу же. То есть у него есть два кабеля USB Type-C, USB Type-C и USB Type-C Lightning. Соответственно, без проблем можно подключать как к компьютеру, так и к совершенно разным смартфонам. И все же, что он из себя представляет? Это весьма странное большое устройство по своим размерам. Из управления есть уже привычные для Link клавиши для регулировки громкости, а также Play-Pause и два регулятора. Один отвечает за расширение сцены, второй за количественное увеличение низких частот. И сразу же, вот не надо, не надо ими пользоваться. Это не тот способ улучшения звука, которому необходимо прибегать. И, собственно, внутри установлен ЦАП ES91-18 и мощность устройства 150 мВт при сопротивлении в 32 Ом. С учетом того, что это обычный выход 3,5 мм, а не какой-нибудь балансный, это очень впечатляющая такая мощность. Да, действительно, она здесь ощущается. И нужно понимать, что и батарейка вашего смартфона будет разряжаться намного быстрее. И если для владельцев каких-то среднебюджетных, флагманских Android-устройств это не особая беда, где аккумуляторы там по 3,5-4, по 5 тысяч мАч, то для владельцев айфона это будет проблема. Поэтому нужно это в любом случае обязательно учитывать. По звучанию же все очень неплохо, потому что у него есть запас по мощности. Это действительно очень мощное устройство. И, соответственно, с внутриканальными наушниками, с какими-то полноразмерами 50-70, возможно, даже 100 Ом, ну, приблизительно, проблем не будет возникать с мощностью, соответственно, с такой агрессивностью самой подачи. Его будет достаточно. И при этом я бы не сказал, что он очень какой-то агрессивный. Нет, он может давать массу, массу по низким частотам, посередине, по высоким. То есть он не проваливается, нет такого ощущения, что вот где-то не дотянул, чего-то как-то не хватило. Это устройство с очень такой аккуратной приукрашенностью по всему частотному диапазону. Он не делает звучание более V-образным, не делает какое-то акцентирование на низких частотах, а именно такая полноценная легкая надбавочность по всему частотному. И что теряет его с тем же iBus DC03? Он не настолько агрессивный. И все же, если мы будем сравнивать по именно аналитике, то есть по максимуму, что можно вытянуть из наушников благодаря нему, Link 2, либо же DC03, то, естественно, DC03 будет интереснее и особенно это будет ощущаться по краям частотного. Высокие и низкие частоты, там разница есть. То есть с DC03 можно уйти глубже по низким частотам и намного лучше контроль по высоким частотам. Но опять же, какие наушники вы будете использовать? То есть если это будет что-то из относительно бюджетного, там 30-40 долларов, то, возможно, вы просто этого и не услышите. Потому что использовались для прослушивания, естественно, референсные наушники. В данном случае были iBus IT07, то есть на них-то уже можно услышать какие-то вещи, тонкости и нюансы в цапоусилителе, в принципе, бюджетном сегменте. Насколько он интересен? Ну, интересен, естественно, потому что он достаточно мощный, компактный. И если рассматривать его одновременно и к компьютеру, и к смартфону, особенно к айфону, то есть тут есть свои преимущества. То, что можно просто без проблем подключить без лишних каких-то переходников и дополнительных устройств. Интересно, да. Но как-то в плане звучания все равно те же в DC03 до прошивки как-то поинтереснее. Поэтому выводы, естественно, как всегда, делаются только вам. Если есть что-то добавить, то обязательно пишите об этом в комментариях. Если понравилось данное видео, то поставьте лайк. И на этом все. Большое вам спасибо за просмотр и до скорых встреч.